Главным политическим событием этой недели стала прошедшая вчера открытая сессия Совета Славянского района. В ее повестке значился всего один вопрос. Отчет главы Славянского района Романа Сенеговского об итогах социально-экономического развития муниципалитета по итогам 2017 года. На этом мероприятии жители района и депутаты дают оценку всему тому, что власть за отчетный год делает для процветания нашей малой родины. На 31-й открытой сессии Совета побывали и наши корреспонденты. Уже стала традицией проводить годовой отчет главы района в формате открытой сессии в Большом зале Городского дома культуры. Ведь присутствовать на мероприятии изъявили желания многие жители города и района. Перед началом сессии из подготовленного информационного вестника все участники мероприятия могли узнать об основных результатах социально-экономического развития района. А воочию посмотреть на успехи предприятий, которые куют экономическую стабильность муниципалитета, можно было на небольшой выставке, организованной в Малом зале ГДК. Один из постоянных участников районных выставок сельхозпроизводителей – рыбзавод Шапариевский. Его стеллажи с рыбными деликатесами всегда вызывают особый интерес посетителей. Работу власти оцениваю положительно. Поэтому, видать, даже по благоустройству города, очень много парков зелёных, очень много скверов. Поэтому нравится мне особенно фонтан. Поэтому положительно оцениваю работу власти. Говоря о выставке малого и среднего предпринимательства, нельзя не сказать о стенде закрытого акционерного общества «Славпром», продукция которого с прошедшего на днях международного конкурса привезла две серебряных и одну бронзовую медали. Для руководителя предприятия, депутата законодательного собрания края Жанны Беловол, эти награды сродни олимпийским медалям в спорте. Она уверена, что в стабильном развитии бизнеса немалую роль играет и работа власти. В силу своих депутатских сегодня полномочий я бываю в разных районах. И вы знаете, сразу видно, где работает полностью население во взаимодействии с властью. Я вообще, откровенно сказать, никогда не разделяю людей от власти. Потому что я считаю, что получается результат только тогда, когда народ говорит о проблемах, когда власть слышит и совместно они что-то делают. Я считаю, что вопросов еще много, но если сравнивать с тем, что я вообще вижу, считаю, что мы идем впереди, то есть мы стараемся, и власть сегодня слышит людей, и люди активно участвуют в жизни города, района. Поэтому я считаю, если есть такое тесное взаимодействие, то позитивный результат всегда будет. На Кубани за долгие годы сложилась эффективная модель взаимодействия аграрных предприятий и власти. Но политика поддержки направлена не только на крупные агрохозяйства. Внимание, которое уделяется развитию личных подсобных хозяйств, сегодня дает свои плоды. Есть определенная поддержка. Мы в основном рисовый район, занимаемся рисоводством. Но в последнее время даже по селу, смотрю, начинается от личных подсобных хозяйств, начинается закладка садов, именно от теплицы. Сейчас уже начинается весна, уже близится весна. И уже Петровская заблестела в теплицах, парниках, все-все. Поэтому это отрадно, потому что действительно еще рынок требует большой спрос и на овощи, и на фрукты, на все, на все. Поэтому народ это замечает и конкретно занимается. Выслушать отчет главы района в этот день пришли аграрии, педагоги, врачи, представители бизнеса, общественности. И каждый из присутствующих отмечал положительные моменты, произошедшие в близкой им отрасли в 2017 году. 2017 год, считаю, это успехом года, самым главным достижением года в области образования, считаю, строительство новой школы. Благодаря настойчивости Романа Ивановича и его команды удалось вступить в программу целевую по строительству новых школ. И за несколько десятилетий впервые в Славянском районе появится школа новостройка. Мы безумно этому рады. Это замечательно, это хорошо. И мы очень верим, что это только начало большого пути. Отчет главы района завершает череду открытых сессий, которые прошли во всех поселениях муниципалитета. Отчитавшись о проделанной работе перед своими избирателями, главы муниципальных поселений Славянского района приехали поддержать отчет главы района Романа Сенеговского. Во-первых, команда глав поселений, все абсолютно, мы работаем в полном взаимодействии с районом, с главой района Романа Ивановичем Сенеговским. И я думаю, не зря на сегодня мы по управлению, по работе, по эффективности работы занимаем, наверное, одно из лидирующих мест в крае, именно район, не мы, именно главы поселения. Поэтому вот это взаимодействие, оно дает свои результаты. Во-первых, это участие в программах, поддержка чувствуется. Однозначно скажу, что район назад не пятится, идет вперед. Какую оценку? Ну, депутаты, наверное, районного совета дадут. На мой взгляд, еще раз повторюсь, мы идем вперед. Перед официальным началом сессии депутаты Славянского района рассказали нам, каким, по их мнению, был прошедший год. Этот год, 17-й, был прорывным. Значит, самое главное сегодня в экономике – это привлечение инвестиций, это прежде всего рабочие места, это развитие территорий. И сегодня в докладе будут звучать источники пополнения бюджета и небюджетные источники пополнения. То есть администрация в течение всего года изыскивала резервы, чтобы исполнить все социальные вопросы на территории нашего района. Конечно, изменения есть. И старания Романа Ивановича, они, конечно, заметны. И особенно вот отдаленные. Я депутат района от поселка Забойский, Голубая Нива. Ну, ремонт дороги делается. Люди чувствуют заботу, поддержку. Запомнится год. Но вот для меня лично он запомнится тем, что в этом году мы по-новому выбирали главу района, депутаты выбирали. И очень приятно, и очень я горда за Романа Ивановича, что вот действительно такое доверие не только от депутатов, не только вот от жителей района. Ну, единогласно он избран главой, потому что он на своем месте. И мы чувствуем поддержку, и мы чувствуем, что мы действительно в одной команде. В работе 31-й сессии совета принял участие заместитель губернатора Краснодарского края Алексей Копайгородский, депутаты Законодательного собрания края Виктор Чернявский и Жанна Беловол. Как отметил Роман Синеговский, практика такого отчёта даёт возможность провести анализ выполненных дел, отметит положительные моменты, критически посмотреть на нерешённые вопросы и определить пути дальнейшего развития. Темпы роста, которые в последние пять лет показывает район, высоко отмечены на краевом уровне. Мониторинг эффективности деятельности района местного совправления, который проводился в 2017 году, показывает, что Славянский район входит в тройку лидеров среди 37 районов Краснодарского края. При этом, по показателям экономического развития, организация муниципального управления мы занимаем первое место. Жилищная политика ЖКХ и на разгружении повышения энергетической эффективности девятое место. За отчётный год в комплексной оценке городских округов и муниципальных районов края по основным среди душевым показателям социально-экономического состояния наш район занимает десятое место среди 44 муниципальных образований и девятое место в своей группе из 15 муниципалитетов, включая городские округа Новороссийск, Сочи, Анапа и Гележи. В основе районной экономики три ведущие отрасли – промышленность, агропромышленный комплекс и розничная торговля, которые сработали в 2017 году с хорошими показателями. По итогам года промышленный комплекс района поднялся с пятого на второе место в крае по темпам роста отгруженной продукции. В экономику привлечено свыше пяти миллиардов рублей инвестиций. Точкой активного экономического роста выступают действующие предприятия, на которых происходит наращивание собственных мощностей. Это позволяет повышать уровень заработной платы работникам, создавать дополнительные рабочие места и наполнять бюджет. По итогам 2017 года в районе выполнен большой объём строительных и ремонтных работ на объектах социальной сферы. Установлены новые спортплощадки, выполнено благоустройство населённых пунктов, отремонтировано 97 километров дорог, оборудовано 8 километров линий уличного освещения. Заменено 18 километров водопроводных сетей. В районном центре строится новая школа. Завершён первый этап капитального ремонта детской поликлиники. В станице Анастасиевской идёт строительство спорткомплекса. В числе приоритетных задач на 2018 год – продолжение ремонта дорог, повышение инвестиционной привлекательности района, благоустройство сельских населённых пунктов, ремонт сельских ФАПов и других стационарных отделений Славянской ЦРБ. Роман Сенеговский отметил, что работа по развитию территории района ведётся при поддержке федеральной и краевой власти. Многие сложные вопросы в медицине, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве решаются благодаря помощи депутата Государственной думы Ивана Демченко, депутатов Краевого парламента Виктора Чернявского, Роберта Паронянца и Жанны Беловол. Завершая отчёт, глава района поблагодарил за совместную работу общественников, всех жителей, которые неравнодушны к судьбе района. Ветеранов войны и труда за их поддержку и мудрые советы. Команду глав поселений, депутатский корпус. От имени актива района выразил слава признательности губернатора Кубани Вениамину Кондратьеву, председателю законодательного собрания Края Юрию Бурлачко. По поручению губернатора Кубани, присутствующий на сессии вице-губернатор Алексей Копайгородский, озвучил оценку, которую работе муниципальной власти Славянского района дают в администрации Края. Мы видим, в каких условиях и как готовятся документации на конкурсную процедуру. Вы одни из первых всегда подаёте и всегда выигрываете и привлекаете огромное количество денежных средств, краевых и федеральных. За это тоже огромные слава благодарности. В целом, если бы все так работали, как Роман Иванович, как вся его команда, как весь депутатский корпус и особенные слова благодарности нашему правоохранительному блоку, не во всех муниципальных образованиях есть чёткое понимание, чёткое вектор взаимодействия. Дорогие друзья, всем огромные слова благодарности так держать. Если вы понимаете такую планку, значит задача должна быть с перспективой только вперёд, уважаемый Роман Иванович. У вас всё получается и у вас очень мощная, правильная команда. Спасибо за работу. Свою оценку о работе администрации Славянского района в ходе сессии дал и депутат ЗСК Виктор Чернявский. В этом году работа администрации получилась в 2017 году и с законодательным собранием в крае. У нас сейчас есть новая форма работы с конститутами, называется она День района, законодательного собрания в крае. Я одним из первых, такой честный был Достоин, Славянский район, где наряду с успехами санно-клинического развития были представлены результаты. Каждый район представляет всё направление, которое, ну, Ламанским, что ли, является подпишением дублением района. Славянский район представил опыт работы в развитии физкультуры и спорта, получил высочайшую оценку. Но это подтверждает и наше население, жители Славянского района буквально в прошлой неделе было честное, но есть около тысячи наград разного уровня у наших детей, взрослых, ветеранов. Это, конечно, очень большая работа. Спасибо вам, Роман Иванович, вам, депутаты совета, председателю спорткомитета управления спорта Александру Николаевичу, всем спортсменам, папамам, которые это поддерживают за такой высокий уровень работы. Это забота о будущем поколении. Ответил глава района Роман Синеговский и на ряд вопросов земляков, которые прозвучали из зала. В целом, итогом сессии стала удовлетворительная оценка, которую местные депутаты дали работе главы и администрации Славянского района по итогам 2017 года.